Благотворительная ярмарка Они вместе с детьми младших классов создавали различные поделки. Словом, задействованы были все. Детей надо воспитывать в таком ракурсе, чтобы имели чувство страдания, тем более то, что произошло на данный момент в Крокусе. И с самого раннего детства, и по достижению дальнейшего их роста, взросления, надо их поддерживать в этом и учить, учить сочувствовать сопереживаниям. Устроить акцию предложили старшеклассники из Совета учебного заведения. Свою идею озвучили в письме на имя директора. Получили положительный ответ. Мы с активистами нашей школы хотели выразить поддержку и помочь детям и взрослым, пострадавшим при теракте в Крокусе Тихоле. Вязаные игрушки, браслеты, рисунки и поделки из бумаги. Все, что можно сделать на уроках труда или дома с родителями. Вырученные средства ученики опускают в коробку с пожертвованиями. Эта акция была создана полностью детьми и организована. Дети наши собственноручно приносили поделки, сделанные своими руками. Они приносили дорогие игрушки, которые дороги им для сердца. Родители делали поделки также с детьми. И вся эта работа, которую они предоставили, она, конечно, шла в счет благотворительности и пожертвования. В благотворительной ярмарке были задействованы все ученики первой кубинской школы от младших классов до старшеклассников. Деньги, вырученные с этой акцией, пойдут на помощь пострадавшим в Крокусе Тихоле. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.